А еще раз добрый день! Мы продолжаем выпытывать у Нерии понимание о жертвоприношениях, чтобы лучше понять, как нам приходить к Господу. Понятно, через Ешуа Машеха, в котором есть умилостивление и покрытие за все грехи, но чтобы мы знали чуть побольше, чтобы были не просто пользователями программы Windows, а были как немножко программисты, которые понимают, что же там внутри заложено. И я продолжаю спрашивать Нерию. Мы остановились в конце прошлого нашего разбора. Я тебя стал спрашивать, ну скажи, какие же грехи могли сделать люди, чтобы... То есть какие-то они могли сделать, там, ну, не дай Бог, убил какое-то ограбление. Это не значит, что человек мог пойти просто в храм, даже дождавшись емки Пура, и принести жертву, и вот все, он свободный человек, я уже... Его или могли казнить, или ему нужно было убегать в город для убийц, или он должен был возместить что-то. Тоже же не так все просто? Не все так просто, но есть примеры. И вот эти несколько видов жертвоприношений, которые мы уже говорили в начале, это жертва всесожжения, жертва хлебная, жертва мирная, потом в пятнадцатой главе книги чисел жертва возлияния, когда там идет речь о возлиянии елей и вина, потом жертва за грех и жертв повинности. Так вот, и все эти жертвы мы можем видеть во всей Торе. Приносились эти жертвы, к примеру, когда мы читаем Балама, который хотел проклясть Израиля, он приносил... Балам по-русски. Балам, да. Он приносил жертвы всесожжения. Как он дошел до этого? Он вообще был гой. Как он понимал в еврейских наших жертвах, что он не был левит, он не был искоганим, откуда? И Тора, она дана не на прямом, как бы не сразу. Бог открывал свои откровения своим избранным людям. И он, наверное, открыл весь этот, всю эту Тору жертвоприношения этому Баламу. Потому что мы видим, что не только Израиль приносил эти жертвы, но также и языческие народы, которые прославляли и также Бога Израиля, тоже приносили какие-то жертвы, которые... То есть они, являясь идолопоклонниками, одному из божеств, которым они приносили, это мог быть тот Бог, которому поклонялся Израиль, и этому Богу они пытались подражать в системе, которая была дана этим Богом для своего народа. Например, мы видим, когда недалеко отсюда Илья Уан-Эви приносил жертву этого бычка, жертву всесожжения, такие же жертвы всесожжения приносились Валу, пророками Вала. То есть цикл Тора, Курбанут, всех вот этих жертвоприношений, она была у языческих народов тоже. То есть народ Израиля не был революционером в этой сфере. То есть, с одной стороны, может быть, Рамбам был действительно прав, что Бог хотел не нарушить понимание народа в момент и потихоньку вывести из этого. Но мы можем посмотреть на эту ситуацию немножко и по-другому. Нет, я как бы не согласен с Рамбаном, потому что Господь Бог, если мы читаем все Писание, то абсолютно все жертвы, которые были в Ветхом Завете, они смотрели на совершенную жертву Иешуа Машиеха. Окей. То есть, если бы не было совершенной жертвы Иешуа Машиеха, тогда эти жертвы не имели никакого смысла, потому что эти жертвы только покрывали грех. Поэтому мы называем Капора. Капора, от слова Капорет, которая как смола, которая покрывает что-то. Так вот, когда ты цитировал... Можно я поясню этот момент? Многие не понимают. В жертве слово жертва на иврите это Капора. И первый раз это слово Капора или Капорет встречается, когда Ной строит ковчег, если я не ошибаюсь. И тогда Господь ему говорит, возьми смолу на иврите Капорет и покрой смолу снаружи и изнутри. Еще раньше есть. Где про Капорет сказано? Когда они покрыли листьями Адам с Евой. Эм Капорет Ацмам? Они хотели, но у них ничего не получилось. И тогда Господь Бог одел на них кожаные одежды. Окей, но концепция Капорет, это значит покрыть. Это не значит изменить природу, очистить, как делает кровь Машиаха. Но это покрывает как бы временное решение, скажем так. Так вот, я потерял момент. Я возвращаюсь к моменту. Жертвы, которые записаны в Торе, мы видим, что эти жертвы происходили у многих народов. То есть, Господь, возможно, открыл разным людям... Я вспомнил то, что я хотел сказать. Давай, пожалуйста. Теперь, как я уже сказал, что все жертвы, которые были сделаны до Иисуса Христа, они смотрели на совершенную жертву Иисуса. Хорошо. Теперь, когда мы читаем в книге Иезекииля, 40-й главы, когда там идет описание храма, и потом там идет описание жертвенника, и что там будут жертвы, и ты спрашивал, а зачем в Мессианском Царстве нужны жертвы? Ведь греха же не будет. И там написано, жертвы за грех, жертвы повинности. С какой стати? И я верю, что все эти жертвоприношения, которые будут в Мессианском Царстве, они будут как бы вспоминать жертву Иисуса. То есть, если Иисус... Подобно, как мы сегодня делаем хлебопреломление, воспоминание о... О нем, да. Так вот, и там будут жертвоприношения, как бы, в память, в память о том, что Иисус сделал. То есть, крест Иисуса, он стоит здесь, до Иисуса все смотрел на Него, и после Иисуса тоже будут смотреть на Него. Хорошо, это интересная мысль. Я люблю такое место, которое сказано, что ни одно пророческое слово нельзя истолковать вполне до того момента, как оно исполнится. И я думаю, что вот это пророчество о третьем храме, оно еще не исполнилось. Когда исполнится, мы будем мудрее. Так же, когда было излияние Святого Духа, только тогда Петр сказал, ааа, вот о чем говорил его, или зальет Духа моего. А до этого не могли даже понять, что... Ну, идея интересная. Нерия, расскажи нам, где мы в Писаниях видим не только Коганин, не только Левиты, но вот эти вот жертвы приносятся, движутся постоянно на протяжении истории. Ну, постоянно. Один пример ты сказал. Валаам, Билам. Да. Еще. Давид приносил жертвы, когда он приносил из Криат-Яарима ковчег. Криат-Яарим это возле Абу-Гоша нашего сегодняшнего. Да, да, да. Оттуда переносил ковчег в Иерусалим. Для тех, кому непонятно, Абу-Гоша-то сколько? Три километра, пять километров от Иерусалима. И когда вы приедете в Израиль, вы сможете посетить на место. Да. Так вот, и он приносил жертвы, проливал кровь каждый раз и делал эти мирные жертвы. Это была мирная жертва. Мирная жертва, да. Благодарность. Благодарность. И ели абсолютно весь Израиль. То есть, ее заколали, сжигали и часть раздавали людям. Всем, да. И для всего Израиля это был просто праздник, потому что столько мяса ели. Или когда Соломон посвящал, освящал свой храм, который он построил, он тоже приносил мирные жертвы и весь Израиль ел. То есть, это был большой-большой праздник для народа Израиля. То есть, это были мирные жертвы. Мирные жертвы. А то, что Илья и возносил на горе Кармель, это было жертв всесожжения. Всесожжение. Хорошо. Всесожжение. Ты можешь привести нам примеры жертв за грех или жертв повинности, которые случались в Танахе? Тоже много таких жертв. Я сейчас не могу вспомнить, но если мы читаем Тору, то там написано всякие те или иные нюансы, которые человек приносит как жертву за грех. Мирия, у меня вопрос. Я тебе... Одну секунду. Пожалуйста. Когда мы читаем, например, в Новом Завете мама Иисуса, она приносит жертву за грех после рождения сына. Но это одна из жертв, полагающаяся роженицам после того, как она родила. И это называется жертва за грех. Какой же там был грех? Там была кровь. Там, где есть кровь, там нечистота. Там написано, что... Но это не связано с греховностью или не греховностью разденного ребенка? Нет, нет. Это просто, когда женщина, она имеет свою нечистоту, это как бы нечаянный грех. Окей. Ну, это все как бы исходит из самого начала, потому что мы все родами согрешили. И мы несем этот грех Адама в себе. Нерри, можно я тебя спрошу. Павел, Шауль. Он не стал Павлом, потому что стал верующим. Это понятно. Просто в те времена у каждого еврея, особенно связанного с мегакультурой, было два имени. Например, Илёня. Илёня. Да. Или Неррио и Неррия. И Павел, его звали в Израиле Шауль, он был Раф-Шауль, он был человек серьезной позиции. В один день по дороге в Дамаск с ним случается невероятное преображение откровения. Он не становится после этого Павлом. Просто после этого чаще всего он вращается в греческой среде и его зовут Павел там Паулус. И он тоже приносил жертвы в храме. Вот этот момент мне очень интересен. Он уже верующий. Кто, как не он, понимает жертвы. Я не хочу тебя обидеть, но думаю, что он понимал суть жертвоприношений лучше, чем ты и чем даже многие-многие исследователи сегодня. И он вполне знал, что все это сосредоточилось на Машехе, которого он принял, Сын Божий Иешуа, Искупитель и прочее-прочее. Но зачем он это делает? То есть некоторые, я иногда слышу такие, знаешь, какие вещи. Говорят, вот Павел получил полный комплект проблем, потому что в кавычках сделал шаг назад и уже будучи верующим пошел в храм и стал опять делать то есть стал под иудейство или еще что-то. Ну, я к таким вещам отношусь просто как, я не хочу так уж сильно говорить в камеру, как к бреду, но поясни нам. Опять, все эти жертвы, они имеют смысл, потому что есть совершенная жертва в лице нашего Господа Ишуа. Если бы не было жертвы Ишуа, то все эти жертвы не имеют никакого смысла. Также и после Ишуа те жертвы, которые делаются, они также смотрят на крест Христов. Павел, мы читаем, что он сделал жертву, когда выкупить из назарейства. Если человек, он заканчивает со своим обетом, он должен, тоже должен принести жертву за грех. Но он же мог сделать иначе. Он мог сказать, Господь, ты совершенная жертва, и вот с этого момента я считаю свое назарейство законченным. Почему он пошел в храм? Потому что ты не можешь кофе пить просто так. Ты должен иметь стакан. Понимаешь? Должна быть какая-то форма. И когда ты что-то делаешь или что-то говоришь, ты это делаешь в какой-то форме. У нас, например, собрание богопоклонения, оно еврейское. Это наша форма. Это наша форма. У нас нету ни кодильниц, ни икол, ничего. Потому что это не наша культура. И это не наша форма. Вы одеваете талиты? Постоянно одеваете талиты? Я одеваю, никто другой. Мы одеваем талиты, и мы сейчас пытаемся указать это заповедь. По пятницам, мы в пятницу вечером собираемся, в пятницу только шалех цибор одевает талиты. А, окей. То есть у вас другая структура, у нас шаббат утром. У нас шаббат утром по-другому, да. Так вот, это наша форма, наша культура, наше богопоклонение. И Павел, он не придумывает новое колесо. Он живет в этой культуре. И он пытается объяснить, что я не пришел поменять вашу культуру, а пришел поменять ваше сердце. Это самое главное. Но что было в момент, когда Павел совершает эту жертву? Он смотрит на, как бы, опять-таки, я этим, Господь все равно к тебе обращаюсь. Примерно так, да? Это часть культуры. То же самое, что если ты пойдешь в синагогу сегодня и возьмешь софер Тору или купишь чтение Торы третьей или четвертой по очереди, для тебя этого не будет никакой проблемы, потому что это часть твоей культуры. Окей. И так же и для апостола Павла. Это часть его культуры. Бога поклонения в храме, а если ты в храме, то ты должен приносить жертву, потому что это часть нашей культуры. То есть, если бы сегодня был бы храм, евреи, мессианские бы ходили и приносили, наверное, жертву? Да. Я думаю, что некоторые бы приносили, а некоторые бы не приносили. У нас среди мессианских евреев до сегодняшнего дня нету концензуса, но мы очень молодые, у нас не должно быть концензуса. Пока каждый развивается как может, я думаю, в один день мы будем собираться и решать вопросы, которые вот как когда-то у них, помнишь, было, язычники стали приходить к вере, и это уже всех так, уже не знали, что с этим делать, и в Деяниях 15 глава собрались и решили. Так и здесь, просто оно жизнь покажет. Давай мы вернемся к жертвам. Мы говорили про жертву хлебную, про жертву мирную, про жертву всесожжения, мы говорили про жертву за грех, мы говорили про жертву повинности, мы говорили за жертву возлияния, когда возлили. Но это не в Левите, это в книге Чисел, там описано. Вообще, в книге Чисел там очень много жертвоприношений, и там как раз-таки говорится о праздниках Господних и все жертвы, которые приносятся на праздники Господня. То есть, сейчас мы постепенно с тобой переходим к другой теме. Есть определенная цикличность в еврейском календаре. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова